Как раз взяли период 50-70-е годы прошлого столетия, потому что это тоже знаковый период, это разные эпохи. Закончилось сталинское тяжелое время, прошла хрущевская отепель, годы застоя 70-е. И культура очень бурно реагировала на эти изменения. 60 лет назад не было ни торговых центров, ни фитнес-клубов. После работы люди часто шли в читальный зал, пролистать последние новости, оценить модные выкройки. Любители искусства спешили в городской дом культуры. Сейчас в этом здании филармония. И здесь и квартет русских народных инструментов, транстеатр. Сейчас в них состоят профессиональные артисты. А тогда в коллективы принимали всех. В популярных в то время кружках, академической народной капелле и драмтеатре, занимались и заводчане, и бухгалтеры, и учителя. Еще любили кино. За 58-59 год было продано 3 миллиона билетов на разные кинофильмы. Именно в эти годы идет строительство новых кинотеатров. Например, в 1957 году, в юбилейном для нашей страны году, юбилей Октябрьской революции, 40 лет, появляется в нашем городе такой кинотеатр имени Ленинского комсомола. В 1962 открылся кинотеатр «Радуга». Вначале его хотели назвать «Космос». В последний момент строительство ограничили в финансах, а потому и имя решили дать более скромные. Чуть позже, в 1972 открылся «Современник». Первый и единственный в то время в городе с широкоформатным экраном. Сюда билеты всегда было достать сложно. Хотя подростков до 16 лет после 8 вечера в кино не пускали. А детям до 3 лет вход вообще был запрещен. Зато каждый мог отправиться в городской парк. Там проводились народные гуляния, были организованы катания на лыжах для детей, была даже школа фигуристов. И жители города могли не только отдохнуть, но и почитать. Был читальный зал в парке культуры и отдыха. Могли посетить лекции, были ежедневные гуляния. Кроме того, могли кататься на аттракционах. Несмотря на то, что выставочный зал городского архива небольшой, экспонатов здесь собрано немало. Кроме документов, фотографий, газетные статьи, статуэтки прошлых лет. Их по папам и мамам, бабушкам и дедушкам искали работники архива. Кропотливо и бережно оформляли. Этим открыткам больше полувека. Такие с изображением любимых актеров в то время было очень модно коллекционировать. Еще их использовали как почтовые карточки. Выставку посвятили Дню города. Доработать она будет еще месяц. А впереди у работников сбор материалов для экспозиции, посвященной развитию в Череповце театра.